Это как, знаете, ситуация с Бакальчуком, когда у него отжимают бизнес, он пошел к Кадырову, потому что решил использовать Кадырова как инструмент для того, чтобы не дать себя лохануть. Вот то же самое и с уховцами, чеченцами. Они в этой ситуации хотят хотя бы Кадырова использовать как инструмент, чтобы не дать оккупировать дальше своей земли. В Аухе на прошлой неделе произошел инцидент. Там участники так называемой специальной военной операции, вернувшиеся оттуда, им раздали земли Ауховского района под застройку. Это нынешний Казбековский район, два чеченских села, одно из которых Акташа Огон, Лениноу, оно сейчас называется. Вот в окрестностях этого населенного пункта им раздали земли. Естественно, чеченцы возмутились, приехали на место, когда те пытались там своими колышками что-то обозначить, чеченцы их выбирали. В общем, в итоге эти участники СВО записали обращение к Меликову, что вот, мол, чеченцы нам тут не дают свои колышки расставить, пожалуйста, разберитесь. После этого, по всей видимости, было какое-то продолжение всей этой истории и были также видео обращения уже от чеченцев Ауха. В общем, все это в конечном итоге теперь вылилось в то, что чеченцы, сарейшины чеченские с Ауха собрались и записали обращение к Рамзану Кадырову. Вот так это выглядело, это стоп-кадр из видео. В общем, здесь очень много людей, в основном это старики. И они записали обращение к Кадырову с просьбой помочь отстоять свои земли. Конфликт на самом деле очень давний. После того, как чеченцы были высланы в 1944 году, затем обратно возвращены в 1957, чеченцы Ауха не смогли заселиться в свои дома, не смогли получить обратно свои земли. И что самое важное в этой истории, сам по себе район, целостный район Аух был разделен на два новых района, Новолагский и части Ауховского района, то есть два села были отданы под Казбековский район. И сам этот район был передан Дагестану. Это все, естественно, сделал Сталин в тот период, когда мы были высланы. Соответственно, когда нас вернули, район не восстановили, чеченцам обратно свои земли не отдали, свои дома им выйти не дали. И, в общем, с тех пор этот конфликт в таком тлеющем состоянии дожил до сегодняшнего дня. Когда Советский Союз рухнул, был принят закон о реабилитации репрессированных народов, политически репрессированных народов, который предписывал, что народам должны быть возвращены их земли, район должен быть восстановлен. Ничего подобного, конечно же, тагестанская руководство по сегодняшний день не сделало. И, естественно, чеченцы района требуют исполнения этого закона. И, в общем, мало того, что его не исполняют, постоянно пытаются раздать земли, то есть еще усугубить положение, усугубить, то есть сделать так, чтобы возврат, то есть исполнение закона реабилитации стало все более затруднительным или даже невозможно. И вот эти чеченцы о своей безысходности в итоге, значит, обратились уже к Кадырову и просят его вмешаться в эту ситуацию и как-то помочь, повлиять на то, чтобы этот закон все-таки начали исполнять, как минимум, для начала процесса межевания, раздача земель был остановлен. И вот что меня в этой истории удивляет. Понятно, что те, кто обращаются к Кадырову, многие, конечно же, моментально выступили с критикой за то, что они обращались к Кадырову, но их положение для меня понятно. Они в данной ситуации от своей безысходности они пытаются хотя бы от этого врага чеченского народа, хотя бы от него получить помощь, чтобы решить свой вопрос. И вот самое интересное, что для Кадырова на самом деле это очень такой удачный момент, когда он, хотя бы даже попытавшись войти в эту тему и решить этот вопрос, он моментально получит дивиденды политические, и прежде всего от чеченцев Ауха, и от других чеченцев недалеких, которые из-за того, что он попытался, вошел, сказал там несколько хороших, правильных вещей, на кого-то там, кому-нибудь объявил кровную месть, например, публично, даже если ничего более он не сделает, но просто из-за таких действий он мог бы расположить к себе большое количество людей. Но вы представляете, насколько эта ситуация с Аухом является опасной для него, что он боится даже вот в такой форме что-то попытаться сделать какой-то вид, не то, чтобы решить этот вопрос. Если бы он этот вопрос решил, то там до конца своих дней он бы постоянно тыкал бы нас этой темой, гордился бы. Мало того, что решить он его не может, окей, но даже использовать эту ситуацию в своих политических целях, даже на это у него не хватает душка. Даже это ему не позволяет. Хотя подумать, да? Вот Вайлберрис, допустим, это просто какой-то бизнес-передел. Жены с мужем, какие-то люди стоят за женой, этот стал за мужем, и из-за этого перестрелялись, погибли люди. После этого Кадыров публично объявляет кровную месть. Из-за бизнес-передела. А тут вопрос целого народа, несправедливости в отношении народа, и он даже слова не говорит, он даже не обратил внимания на это обращение, сделанное в его адрес. Никак, даже пост этому не посвятил. Не написал у себя в Телеграме, что вот чеченцы ко мне обратились, мы там что-то разберемся, я отправил туда такого-то там министра какого-нибудь, чтобы он поговорил, или мой представитель в Дагестане встретился, они провели встречу плодотворную, ничего подобного, он даже не обратил на это внимания. Потому что что, Кадыров, потому что тебе не позволено это делать? Потому что сунь ты туда свой нос, тебя сразу же из Кремля осадят? Или в чем проблема? Или ты просто не хочешь в это лезть, тебе просто не хочется получить политических баллов? Я думаю, этот вопрос, конечно, абсолютно риторический, он не лежит в плоскости решения Кадырова. Если бы Кадыров был в состоянии решить вопрос о ухо, он бы его с огромным удовольствием и очень давно бы решил. Потому что это, как я говорю, это очень серьезный политический выигрыш для любого политика, для любого человека. Тот, кто решит вопрос о ухо, это будет величайшее достижение для него. Потому что вопрос о ухо, это вопрос великой несправедливости, тлящийся с времен сороковых годов. И представляете, тот, кто сегодня ставит точку в этом вопросе, причем ставит ее восстановлением этого района, конечно, это величайшая победа, это достижение. И каждый, кто бы этого не достиг, он будет этим гордиться. И вот этого предмета гордости Кадырову в Кремле не дают. Потому что для них важно, чтобы такой очаг у нас всегда сохранялся, его в любой нужный момент можно использовать. Поэтому, к сожалению, чеченцы о ухо, я их, конечно, прекрасно понимаю. Я, хотя и абсолютно не одобряю обращение к Кадырову, но я конкретно к этим людям отношусь с пониманием. Я убежден в том, что это, что не от любви Кадырову, они к нему обращаются. Это как, знаете, ситуация с Бакальчуком, когда у него отжимают бизнес, он пошел к Кадырову, потому что решил использовать Кадырову как инструмент для того, чтобы не дать себя лохануть. Вот то же самое и с ухо, сами чеченцами. Они в этой ситуации, они хотят хотя бы Кадырова использовать как инструмент, чтобы не дать своей, оккупировать дальше своей земли. И поэтому я, конечно, это не одобряю, но отношусь к ним с пониманием. И от того, что они обратились к Кадырову, они этого моими врагами, конечно же, не стали. И в целом я буду освещать эту ситуацию, но, к сожалению, ждать того, что Кадыров решит этот вопрос, к сожалению, не приходится. И это очень печальная ситуация ауховских чеченцев, что они в этой конкретной ситуации они вынуждены будут сами противостоять этой несправедливости. Да поможет нам всем Всевышний Аллах в противостоянии несправедливости. Аухови. Аухови. Субтитры создавал DimaTorzok